Руководство Европейского Союза признаёт, что цыгане живут в его странах вне общества. Местное население зачастую относится к ним предвзято. Большинство европейских рома не имеют доступа к образованию из-за бедности, социальной изоляции и расизма. В результате их перспективы на безопасное будущее с раннего возраста серьёзно подорваны. 41% этих людей подвергались дискриминации за последние пять лет. 85% цыганских детей рискуют оказаться неимущими по сравнению с 20% среднестатистических детей. 62% молодых цыган не получают образования или профессиональной подготовки и не работают. Брюссель разработал 10-летний план вовлечения 10-миллионной общины Рома в общественную жизнь и борьбы с негативными стереотипами. «Наша цель – добиться равенства», сказал Еврокомиссар по обеспечению равенства Хелена Дали. Эти общины и общества в целом должны сближаться, интегрироваться, чтобы в конечном итоге стать равными. Но есть очень серьёзные проблемы. Например, в реальности менее 50% Рома трудоустроены. Возникает порочный круг. Многие не посылают своих детей в школу. Или в школах происходит сегрегация детей. В прошлом Еврокомиссия пыталась поддерживать цыганские общины деньгами. Но, по словам представителя открытого общества Рома, этого не делали местные власти, опасаясь негативной реакции своих избирателей. «Осуществление такой политики проблематично, говорит Зелик Иванович. Решения есть, они нам известны. Но у некоторых правительств нет достаточной политической воли, чтобы на деле выполнять взятые на себя обязательства. Они опасаются, что если они сделают что-то позитивное для цыган, то на следующих выборах потеряют голоса». Несколько этнических цыган избраны в Европейский парламент, где они представляют свои страны. «Зелёный депутат» из Германии призывает организовать систему наблюдения за поступлением средств из фондов Евросоюза и за их распределением. «Коррупция – одна из самых больших наших проблем, говорит Ромео Франц. Мы можем бороться с ней только с помощью мониторинга. Тогда мы сможем увидеть, откуда и куда идут деньги. Это было большой проблемой в прошлом, а лишь небольшая часть денег поступало людям, которые в них нуждались. А остальные деньги расхищались». Брюссель уверяет, что теперь контроль строже. Еврокомиссия будет внимательно наблюдать за тем, как каждая страна поддерживает цыганские общины. Да. Продолжение следует...